Ребята, и снова всем привет! В этом видео мы хотели бы вам показать, как отварить вот такую вот вермишель в мультиварке. Наливаем в чашу мультиварки 2 литра воды и будем варить 200 грамм вермишеля. В вермишель пока что не кладем. Закрываем крышку мультиварки и включаем режим на пару. Вот он этот режим, 25 минут по умолчанию. Время сейчас нужно уменьшить. Оставить 5 минут и нажимаем кнопочку старт. Ребята, таймер начнет свой отчет тогда, когда вода уже в чаше закипит. Поэтому имейте ввиду, таймер сейчас будет остановленный, пока вода не закипит. Добавим соль на глаз и миллилитров 20 растительного масла. Ребята, вот смотрите, вода закипела, сейчас закидываем вермишель. Перемешаем. Сокрываем крышку и сейчас начнется уже скоро отчет таймера. Можете, в принципе, дождаться, когда именно начнется отчет. Время готовки завершено. Вынимаем чашу. Прогоняем воду через друшляк и сливаем вермишель. Вермишель вот такую вот промывать не нужно. И желательно выбирать вермишель и макароны твердых сортов, чтобы они не разваривались. Ребятушки, надеюсь, вы научились варить макароны, вермишель точнее, в мультиварке. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые рецепты по мультиварке. У нас есть отдельный плейлист. А на этом все. Всем до новых встреч. Ребята, ну пока вода в мультиварке разогревается, сейчас вам еще, кстати, напомню, если вы не поняли в начале видео. Значит, смысл какой? Для того, чтобы вода разогрелась, в мультиварке нужно определенное время. Макароны варятся 4-5 минут. Поэтому мы изначально в режиме на пару выставляем время 5 минут или 4 минуты. Смотрите сами уже по инструкции. И таймер будет стоять на месте. Он не будет уменьшаться до тех пор, пока не нагреется в чаше вода. То есть, пока не будет здесь кипяток. Когда уже вода нагревается в чаше, это может пройти 10 минут. После, когда она нагреется, только начнет отсчет, вообще 4 минуты они варятся. Мы минуту запас удали. Открываем мультиварку, засыпаем вермишель. Закрываем и 4 минуты она варится. Если вы, допустим, собираетесь варить картошку в воде, то вы можете сразу в чашу налить кипяток. Сразу налить в чашу кипяток, закинуть картошку, закрыть крышку, включить режим на пару. И быстрее вода начнет уже, ну она же будет как горячая, правильно? Она быстрее уже закипит, дойдет до нужной температуры, в которой установлена мультиварка, которая установлена. И, соответственно, быстрее начнет отчитываться таймер. Поэтому вот такой вот вайфхак. Но для макарон, для вермишеля, для макарон он не подойдет. Почему? Потому что если вы сразу в кипяток кинете, что с них получится? Хотя, можно проверить, да? Если в кипяток сразу запулить макарону. Ну, просто если на режиме... Нет, ну вот если, смотри, мы, допустим, наливаем в чашу кипяток. Тогда меньше. Высыпаешь вермишель... Ну, смотри, налили в чашу кипяток, да? Высыпали вермишель. Это же быстрее таймер включится. Да. И мы быстрее сварим. Попробовать надо. По крайней мере, ребят, мы еще так не пробовали. Такие эксперименты не проводили. Можно, кстати, будет попробовать. Когда у нас вермишели хватает, мы можем проэкспериментировать просто. Снять еще одно видео. Оно все то же самое будет. Просто таймер. Не, не, не. Это понятно. Мне просто беспокоит состояние вермишеля. Что с ней происходит, если мы в кипяток ее закинем? В кипяток ты кидаешь, оно то же самое. Ну, просто мы сразу в кипяток. То есть, когда... Ну, да, в принципе. Мы же так, когда в кастрюле варим, все то же самое. Короче, ребят, можно этот лайфхак применить, наверное, не снимая видео. По-любому можете кипяток налить. Закинуть вермишель. И таймер быстрее активируется. Точно. А что мы так не сделали? Зачем? Ну, ладно. Так, ребятушки, если вы заметили, какие котлеты, видите, красивые. Но дело в том, что мы их не делали. Это полуфабрикаты. Нет реально времени их сделать. Вот хочется сейчас прямо чего-то скушать с макаронами. А котлеты делать, ну, нет времени. То, что сейчас все в заморозке. Это нужно разморозить. Дальше лепить котлеты из фарша. Но настоятельно рекомендую не использовать полуфабрикаты. Это уже в крайних таких целях, если уж срочно нужно что-то покушать. Почему? Потому что полуфабрикаты только бывают качественные, когда кто-то вам их продаст из людей, которые занимаются кулинарией. То есть человек в домашних условиях делает котлетки, да, заморозил их в морозилке. И вам их продал. Вот тогда они будут хорошие, если человек умеет их делать. А вот это все магазинное, вот это магазинное, ребят, поверьте, никто стараться особо не будет. Почему? Потому что, ну, никто не будет делать как для себя. Из-за этого хозяин вот этой точки, допустим, вот этой точки, да, где мы взяли, либо в какой-то другой точке, они, вот, допустим, да, в магазине несколько точек полуфабрикатов. Один из них должен быть умнее. То есть один из них должен делать так, чтобы постоянно люди к нему приходили. Но в основном никто это не делает. А вот, допустим, четыре точки с полуфабрикатами, и каждый делает тяп-ляп. Поверьте, раз купили, и больше мы туда уже не обращаемся. Вот у нас нет определенной какой-то постоянной точки с полуфабрикатами, чтобы нас их продукция устроила. Ну, некачественно делается. И из-за этого страдает сам даже хозяин. Да, это все одноразовый. Получается одноразовый клиент у него. Пришел человек, купил, попробовал, поплевался, и больше туда не приходит. Итак, ребят, начинает уже шуметь вода мультиварки. Наверное, уже скоро запустится обратный отчет таймера. И высыпем вермишельку и будем ее варить. Ну что, ребят, включи это. Нет, не включи, это у меня съемка продолжается еще. Значит, ребятушки, будем сейчас... Горячие они еще, да? Нет. Сейчас, наверное, кусок сыра закинул так. Интересно. Получится мне его расплавить вот сюда сейчас его. Ну, это просто, ребят, делаю. От нефиг делать. Нет, ну, натереть. Можно натереть, конечно. Можно натереть и добавить. Вот. Попробуем котлетку полуфабрикатную. Мы еще, по-моему, у них не покупали, да, ничего? Из котлет. Это где мы брали? У Наташи? Да. Магазин есть там, продавец Наташа. Наталья. Вот. Давайте посмотрим, как же выглядит полуфабрикат, если вам интересно. Так. Так, ребята. Фарш. Необычного образца. Наверное, перемолотые кости. И все, что хотите. Ну, это так. Ну, сочный. Ну, сочный. Наверное, что-то добавили. Какую-то химию туда плеснули. Да? Как ты считаешь? Сочность зависит от лука и от жира. От лука и от жира. Ну, значит, жир. Жир через мясорубку перепущенный. Короче, их, наверное, есть. Ну, попробуй, как ты считаешь. Ну. Нормальные? Пойдут. Да? А почем они? Не помнишь? 255 рублей. 255 рублей. Ребята, представляете? Сейчас я попробую. Короче, ребят, мой вывод такой. Вот тут вот сейчас появится рекомендация, если успею вставить, как мы делаем котлета. А также в конце видео будет. Ну, вы поняли, да, мой вывод? Короче, перца тут до хрена. Фарш непонятного происхождения. В общем, такое ощущение, как губку какую-то я сейчас жую. Ну, у меня другого ощущения нет. Как будто мочалку взял и жую ее. Вот такой вот фарш, ребята. Вот он. Дешевый. Качество, ребят, качество. Сколько уж интересно себестоимость их. Ну, если посмотреть обычный фарш, который вот этот упаковок. Там что-то стоит на 150 рублей за килограмм. Ну, да. В общем, ребят, все окей. Так, надеюсь, я вам аппетит не испортил. Надеюсь, вы кушаете нормальные домашние котлеты с вермишелью. Поэтому обязательно посмотрите все рекомендации в конце видео. И пробуйте готовить еду по нашим рецептам. Всем спасибо за просмотр. Буду кушать котлетосы, вермишелесы. И нужно сейчас идти делать монтаж этого ролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok